Всем привет! Наша планета такая огромная и на ней есть только захватывающих и интересных мест, что жизни человека не хватит для того, чтобы все увидеть своими глазами. Но к счастью, мы с вами живем в прекрасное время, когда эти места, в которых не удастся побывать самому, можно хотя бы увидеть на экране. Кто знает, может в будущем вам посчастливиться побывать в одном из таких мест. А пока не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Горная тропа Белая линия в Аризоне – очень живописное место, если смотреть на него издалека. Но любители экстрима Джеймс Нейт и Роман из Феникса решили прокатиться здесь на велосипедах. Более экстремальную трассу сложно себе представить. Белая линия является одной из самых опасных троп даже для пешей прогулки. Но велосипедисты сумели сделать невероятны и были встречены шквалом аплодисментов. Тропу Хайку на острове Оаху на Гавайях называют «лестницей в небо». Она извивается вдоль горной местности на высоту 850 метров. Подъем достаточно крутой, а вершина исчезает в облаках. Эту деревянную лестницу построили для нужд военно-морских сил США. Необходимо было проложить кабель и обслуживать станцию на вершине. Но позже тропа стала просто местной достопримечательностью. Каменный выступ на горе Скигедаль, расположенный вблизи города Ода в Норвегии, получил название «Язык тролля». Действительно, кажется, словно какой-то гигантский монстр показывает язык. Это место обожают туристы, ведь здесь получаются самые оригинальные селфи. Вершина горы Вашингтон вряд ли является тем самым местом, где мечтает побывать каждый. Но настоящие экстремалы очень хотят забраться туда. Это место самой плохой погоды в мире. Путешественников здесь либо заливает безостановочным снегопадом, либо обдувает ветром, скорость которого достигает 330 км в час. Температура на вершине 40 градусов ниже нуля. Совершить подъем на вершину горы Вашингтон – очень рискованное занятие. Тем не менее, желающие находятся. Но я предпочитаю глядеть на непогоду исключительно на экране, закутавшись в теплый плед и попивая горячий кофе. Уж не знаю почему, но многих привлекают именно самые опасные места. Посещение острова Каймадагранди, которое расположено у берегу в Бразилии, официально запрещено. Но, как известно, запретный плод сладок. Поэтому многие любители острых ощущений все же пробираются на Змеиный остров. Именно так это место прозвали в народе. Такое название приходит в голову каждому, кто хоть раз ступал на эту землю. Ведь остров действительно буквально кишит ядовитыми змеями. Здесь обитает 4000 островного Батропса. Этот вид змей оказался отрезанным от материка, когда вода в океане поднялась. Их яд вызывает множество неприятных симптомов и способен привести к летальному исходу. Вряд ли кто-то из вас видел лаву своими глазами. Но все мы прекрасно представляем, как именно она должна выглядеть. Конечно, она имеет ярко-красный цвет. Но только не лава вулкана Кава-Иджин на острове Ява. Здесь она имеет красивый голубой оттенок. Это поистине захватывающее природное явление, которое больше нельзя наблюдать нигде в мире. Но и здесь долго смотреть на голубое пламя, стекающее по вулкану, не получится. Дело в том, что внутри Кава-Иджин есть серное озеро, которое выделяет вредные паровые выбросы. Поэтому те, кто хотят полюбоваться этой красотой, должны прихватить с собой противогаз. Национальный парк Мадиди в Боливии на вид очень живописное место. И с виду никто не скажет, что это, пожалуй, самый опасный парк на Земле. Опасно здесь абсолютно все. Стоит лишь дотронуться до любого растения и сразу появится невыносимый зуд. Любая маленькая ранка может обернуться большой проблемой, так как в ней запросто могут поселиться тропические паразиты. Им для этого не потребуется много времени. Места манят своей дикостью, красотой и неизвестностью. Но нужно помнить, что прогулка здесь – большой риск. Как вы думаете, кто живет в царстве слонов? Конечно же, крокодилы. Вот такой вот парадокс. Королевство слонов – это название крокодиловой фирмы в Таиланде. Раньше сюда был разрешен вход для туристов. Люди плавали по озеру с крокодилами в лодке и кормили рептилией говядиной, которая была привязана к некому подобию удочки. Но после того, как голодные крокодилы сумели опрокинуть лодку, вход на фирму официально закрыт. Но некоторые все же умудряются проникнуть в царство слонов. Озеро Утренней Славы находится в Йеллостоунском парке США. Это, пожалуй, самый красивый водоем в мире. Вода в озере чистая и прозрачная. Ее цвет меняется из-за погоды, но температура воды достигает 90 градусов Цельсия. Озеро очень глубокое – 2 километра. Такой уникальный радужный окрас озеро получило из-за посетителей парка. Они кидали водоем монет чтобы вернуться. И в результате источники питающей водоем закупорились. Это привело к появлению в воде колоний микроорганизмов, которые вызывают такие цветовые сочетания. Башня Сиентаур – это телевизионная вышка в Торонто, высота которой равна 554 метра. Сейчас эта известная достопримечательность привлекает туристов своей обзорной площадкой и рестораном, который расположен на вращающейся поверхности на высоте 350 метров, куда посетители могут подняться в прозрачной кабине скоростного лифта. Для любителей острых ощущений здесь открыли аттракцион. Каждый желающий может заняться банджи-джампингом. В мире сегодня достаточно много стеклянных мостов. Но самый длинный из них находится в районе трех ущелья Хуанчуань на юге Китая. Его возвели прямо над бездной. Мост возвышается на высоте 200 метров над рекой. И чтобы его перейти, нужно иметь очень крепкие нервы. Его протяженность составляет полкилометра. Мост уже занесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самую длинную конструкцию со стеклянным полом на планете. Вы знаете, что такое клифф-кемпинг? Это относительно новое понятие в мире спорта. Дословно с английского это можно перевести как «горный лагерь». И действительно, имеется в виду, что люди живут какое-то время в горах. Но то, каким образом они при этом спят, многих удивит. Австралийские горы – лучшее место для клифф-кемпинга. Отсюда открываются потрясающие виды. Но далеко не каждый может уснуть, зависнув над пропастью, как эти ребята. Такой вид отдыха подойдет только опытным экстремалам. Река Колорадо берет свое начало в скалистых горах штата. Сегодня все желающие могут испытать на себе силу ее течения и насладиться прекрасными видами Гранд Каньона. Это самая подходящая река для рафтинга. Кто хоть раз спустится по ее порогам, получит массу эмоций и запомнит это удивительное приключение на всю жизнь. Солончаку-Юни – это самое большое пересохшее озеро в мире. Расположено оно на юге Боливии. Многие говорят, что именно в этом месте небо встречается с землей. Во время дождей вся местность закрывается водяной пленкой, и озеро превращается в зеркало площадью в 9000 квадратных километров. Толщина соляной курки составляет от 2 до 8 метров, поэтому по озеру можно даже прокатиться на автомобиле. А с ноября по декабрь на Солончак слетаются фламинго. Обычно они обитают у лагуны, расположенной поблизости. Но размножаться прилетают именно сюда. Радужные горы в Китае, наверное, можно назвать самыми красивыми и живописными в мире. Еще во времена Мезозоя начался процесс движения земной коры, в результате которого обнажились слои пород разных цветов, фактуров, форм и размеров. Специально для туристов здесь проложены пешеходные тропы и построены смотровые площадки. Бамбуковая роща или бамбуковый лес Аросияма в Японии также является популярным туристическим местом. Правда, по своим размерам лес больше похож на парк. Площадь этого удивительного места составляет 16 квадратных километров. Некоторые растения достигают 50 метров. Особо приятно здесь гулять в вечернее время. Сей тропинок подсвечивается, создавая по-настоящему волшебную атмосферу. На этом все, дорогие друзья! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски!